Если ты знаешь, как сделать генератор булыжника, успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три! Хаюшки ребятки, с вами как всегда Алплей и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами продолжаем играть и выживать в Крафтсмане. Ну и выживание у нас получается будет на Скайблоке. В прошлый раз, ребятки, когда здесь мы с вами играли, мы добрались уже до деревни. Там было довольно-таки много местных жителей, много домиков. В этих домиках было много сундучков. Мы с вами все те вещи, инструменты, которые там нашли, позабирали. И сейчас, мне кажется, наше выживание будет приобретать немножечко другой характер. Также, ребятки, если мы с вами отправимся в ад, там у нас есть два замка эфритов. И можно будет тоже лутунуть там кое-какие сундучки. Сегодня я думал отправиться в ад, но потом, ребятушки, немножко подумал, так как у нас уже пятое выживание. А у нас, представляете, еще нету никакого домика. И прям сегодня мы с вами постараемся уже этот домик замутить. Выживаем мы с вами на скайблоке, поэтому в ресурсах ограничены. Но мне кажется, что у нас домик будет очень и очень красивым. Я уже даже придумал, какой он у нас будет. Сейчас мы с вами давайте тогда заберем все-все такие самые нужные ресурсы, которые нам еще пригодятся. И отправимся уже в деревню с местными жителями. И как раз-таки в той деревне мы с вами, наверное, и начнем строить наш домик. Сперва я, ребятки, хотел даже разрушить портал ВАД и уже здесь, возле этой деревни, построить новый портал ВАД. Но, ребятки, если я это сделаю, я в аду телепортнусь на новом месте и те два замка Эфритов, возможно, потеряю. Поэтому мы сперва с вами лутанем все те сундуки, которые найдем в тех замках. И потом, если что, можем наш портал ВАД переставить чуть-чуточку поближе именно здесь, к этой деревне. Ну и вот, ребятки, как я вам и говорил, я уже подготовил местность для того, чтобы мы с вами начали строить наш домик, а также еще тут ресурсы немножечко набрал. Тут у меня два сундучка. В одном сундучке все такие вещи, которые пока что мне не нужны, а в другом сундучке такие вещи, которые нам с вами понадобятся для постройки нашего как раз-таки домика. Итак, сперва мне нужно будет... А, я еще этот верстак не сделал. Сперва давайте мы тогда с вами верстак все-таки сделаем, потому что без верстака мы с вами ничего не сможем скрафтить. Итак, теперь нам с вами нужно будет забрать всю-всю вот эту вот древесинку. Немножечко давайте мы с вами заберем дуба. Ну и, кстати, нам, наверное, нужно будет вот эти вот доски тоже забрать. Итак, у нас есть дуб, у нас есть березка. Больше ничего нету, больше никаких блоков дерева у нас, к сожалению, нету. Теперь мы с вами давайте немножечко это все порашиваем. Кстати, тут у нас, по-моему, еще где-то палочки были. А, давайте тогда еще эти палочки все заберем. И сейчас нам нужно будет с вами сделать заборчик. Нам нужно будет сделать заборчик, чтобы мы с вами случайно с этого мира не выпали. Заборчик мы с вами, наверное, будем делать березовым. Давайте мы с вами посмотрим, какой он у нас получится. Смотрите, ребятки, он у нас будет в два яруса. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Значит, вот так вот у нас пойдёт берёзовый заборчик. С одной стороны. Раз, два, три. Сейчас, 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 ребятушки. Дальше. Тут у нас пойдут тогда блоки листвы. Вот таким вот образом. И с этой стороны, ребятушки, у нас обратно же пойдёт заборчик. Я думаю, что будет довольно-таки симпотно и красиво. Ну вот, смотрите, видите? Вся моя территория будет обнесена вот таким вот прикольным берёзовым заборчиком и листвой. Мне кажется, что будет очень даже симпотно это всё выглядеть. Также мы с вами где-то здесь вот в уголочку, наверное, уже сегодня начнём строить домик. И, возможно, прямо сегодня мы его с вами и закончим. Думаю, что реально будет круто. Ну ладно, погнали тогда, ребятушки. Мы с вами сейчас быстренько этот заборчик попробуем до конца уже вот так вот обнести. Ну и вот я практически уже один слой забора проложил. Теперь нам нужно будет подумать, где у нас будут ворота. Давайте мы с вами ворота где-то здесь вот сделаем. Оставим мы, к примеру, два блока. Или где нам бы ворота это с вами поставить? Ну хотя ладно, пускай будут у нас такие вот большие ворота. Здесь вот мы с вами оставим два блока и у нас будет такой своего рода проходик. Сейчас тогда я влезу вверх и, наверное, ещё так вот по одному этому добавлю, да? По одной этой палочке. Отлично, вот у нас будут такие типа проходики. Тут мы с вами будем проходить и вот у нас будет такая вот наша территория. Хорошо, первый слой я проложил. Теперь давайте мы с вами, наверное, вот эту вот листву всю проложим тоже таким же самым образом. Кстати, здесь нам нужно будет, наверное, немножечко всё-таки не так сделать. Давайте мы с вами чуть-чуточку по-другому всё-таки сделаем. Короче, вот здесь я, наверное, заберу слой или два слоя. Тут мы с вами проложим тогда заборчик. А с этой стороны нам нужно будет тоже убрать ещё вот такой вот один блок. Так, сюда мы с вами тогда ставим листву и эта листва пойдёт вот сюда вот. Тут она будет подниматься по ходу вверх. Так вот, раз, два, три. И вот у нас будет вот такой вот, ребятки, прикольненький проходик. О, круто, правда же? Смотрите, да, реально, вот это у нас будет типа проходик. С одной стороны у нас будет заборчик и с другой стороны сейчас мы с вами тоже замутим такой же самый прикольный заборчик. Будет круто и очень интересно. Так, раз, два, три, четыре. Ну вот у нас получается, ребятки, такая вот прикольная территория. Ладно, сейчас я уже до конца это всё давайте доделаю. Ну и вот, ребятки, мы с вами закончили, наконец-таки, строить наш заборчик. Территория у меня будет довольно-таки бомбезная. Отлично, заборы мы с вами, в принципе, уже закончили. Теперь нам нужно будет немножечко других ресурсов расшить. Теперь мне нужны будут дубовые доски. Берёзовый у меня будет заборчик, ну а дом я, наверное, построю всё-таки с дуба. Получается, что тут у местных жителей какие-то полукаменные дома. И чтобы мой хотя бы чуть-чуточку отличался, я решил его построить с дуба. Так, нам нужно будет, ребятки, с вами тогда подумать, как мы его будем строить. Короче, наверное, я его сделаю следующим образом. Так вот пойдёт один блок. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, чи-чи-чи. Четырнадцать сделать или всё-таки тринадцать? Наверное, всё-таки четырнадцать, чтобы он у нас был немножечко симметричным. Отлично, значит, будет четырнадцать. Это у нас, получается, что будет длина его в ширину. Мы с вами сделаем тогда его, наверное, раз, два, три, четыре, пять. И, наверное, всё-таки раз, два, три, четыре, пять. Ну чё, пойдёт такой дом? Как вы думаете? Мне кажется, что нормально будет. Да, реально, пускай будут у нас такие вот параметры нашего домика. Он, в принципе, и территорию практически всю будет занимать. И будет довольно-таки обширный. Мы тут с вами сможем, чё хочешь, поставить в этот домик. И можно будет тут, ребятки, нам, наверное, даже несколько комнат сделать. Хорошо. Тут мы с вами, давайте тогда это всё обратно же вот так вот заокруглим. И вуаля, каркасик домика у нас будет уже готов. Ну как, не каркасик домика, это у нас будет первый этаж. Хотя, ребятушки, давайте мы с вами, наверное, не так всё-таки сделаем. Раз, два, три, четыре. Давайте мы с вами сделаем чуть-чуточку по-другому. Раз, два, три, четыре, пять. Тут у нас... Кстати, точно! Давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами тут сделаем себе бассейн. Будет прикольно. Или хотя бы что-то наподобие фонтана. Я даже знаю, как мы с вами это можем замутить. Но нам нужно чуть-чуточку, наверное, всё-таки отступить. Так, сколько я тут оставил? Три блока, да? Так, тут у нас будет тоже три блока. Четвёртый пойдёт сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Тут у нас тогда пойдёт фонтанчик. И здесь мы с вами можем тогда сделать что-то наподобие водоёма. Хорошо. Это у нас получается, что будет такой каркас первого этажа. Мы с вами, наверное, сейчас его попробуем сделать. Высоту... Ну, давайте, наверное, тоже на блока пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот где-то будет у нас вот такая вот высота нашего первого этажа. Сейчас мы с вами это всё давайте вот так вот тоже округлим. Каркасик я практически уже закончил. И теперь мы, наверное, ребятушки, будем уже приступать к второму этажу. Вот здесь вот, вот в этих вот проёмах, я не знаю, ребятки, либо мы потом с вами попробуем побольше стекла поставить, либо можно будет нам сделать чуть-чуточку поменьше окна. К примеру, мы с вами можем сделать следующее. Вот тут вот у нас будет одна дверка, чтобы можно было заходить. Тут у нас будет вторая дверка. То есть мы с вами, получается, что будем с двух сторон заходить. И отсюда можно будет зайти, и отсюда можно будет тоже нам, в принципе, как с вами зайти. Так, нет, наверное, всё-таки такие окна большие нам не нужны. Давайте мы с вами сделаем следующее. Короче, сейчас я ещё чуть-чуточку вот так вот добавлю. Ну чё, ребятки, вот у нас получился такой вот каркасик. Сейчас нам, наверное, можно будет уже приступать к постройке второго этажа. Но мне нужно будет сейчас, наверное, закинуть те блоки песка, которые... Ой, прости, пожалуйста, не хотела тебя ударить. Нам нужно будет сейчас закинуть те блоки песка, которые у нас есть, скорее всего, что в печку, для того, чтобы оно уже переплавлялось. Мне нужно было ещё раньше, наверное, печку эту сделать. Я что-то, короче, не догадался. Давайте тогда мы с вами сделаем сейчас две печки. Так, одна, другая. И сейчас мы с вами как раз-таки в одну и в другую печечку это всё закинем. Так, тут у нас будет тогда одна печка. Тут у нас отвалитый. Тут будет у нас другая печка. Сюда мы с вами, давайте, закидываем сейчас песка. И сюда мы с вами можем закинуть другую часть песка. Сейчас мы с вами еще разощем немножечко тогда досок. Какая-то будут у нас и дубовые доски. Кстати, у нас есть еще какие-то ресурсы тут. А, у нас еще есть, смотрите, дубы. И у нас с вами есть еще березка. Ребятки, тут, короче, я посмотрел, подумал. И мне кажется, что на второй этаж нам покажется с вами просто-напросто не хватит ресурсов. Посмотрите, у меня тут древесинки, в принципе, не так уж и много уже осталось. А стекол, ну, песка вообще, наверное, не хватит на второй этаж. Тут хотя бы на первый этаж мне хватило, было бы неплохо. Наверное, ребят, мы с вами тогда пока сделаем одноэтажный домик. Сейчас я его чуть-чуточку преображу. Кое-чего где-то добавим, чтобы он смотрелся довольно-таки красиво. А второй этаж пока что строить не будем. Если со временем раздобудем побольше ресурсов, то можно будет еще второй нам этаж всегда достроить. Короче, смотрите, значит, каркасик у нас уже готовый есть. Теперь мы с вами можем сделать, скорее всего, что пол. Пол я могу сделать, ну, или же из березки. Вот этот вот булыжник мне нужно будет позбивать. И тогда можно будет нам с вами сделать березовый пол. Или просто-напросто мы с вами сейчас можем взять ножницы. Тут у нас довольно-таки много барашек, короче, бегает. И попробуем этих барашек постричь. И сделаем, ребятки, как вы, наверное, уже догадались, коврики. Ну, и теперь давайте посмотрим, сколько... О, смотрите, опять она уже обросла шерстью. Отлично. Довольно-таки быстро они обрастают, ребятки. Круто. Ладно, давайте мы тогда с вами посмотрим, сколько у нас получится сделать ковриков. Итак, мы с вами сможем сделать ковриков наших аж 12 штучек. Но это белых ковриков. Мы тут с вами можем сделать еще, походу, серых пару ковриков. Ну, ладно, давайте тогда белый пока что посмотрим, получится ли нам белые коврики поставить. И как они вообще будут смотреться. Я думаю, что будет смотреться довольно-таки эпично. Так, сейчас мы тогда это все вот так вот выставляем. И вуаля, глядите, как круто у нас здесь с вами будут тогда белые коврики. Заходишь и прям сразу же белый коврик. Кстати, мы тут с вами можем дверку поставить не снаружи, а, к примеру, снутри. Нет, нельзя. Значит, дверка у нас будет только снаружи. Ну, ладно. Короче, вот мы с вами открываем дверки, заходим в наш домик. И вот у нас тут такой будет белый и пушистый ковер. Отлично. 59 блоков мы с вами набрали нашей листвы. Сейчас мы с вами можем ее чуть-чуточку вот так вот, ребятки, обложить. Чтобы наш домик стал чуть-чуточку посимпотнее. Мы с вами можем сделать крышу ему вот такую вот зеленую. И получается будет у нас такой вот козырек зеленый. И с той стороны сверху тоже мы с вами попробуем поставить немножечко листвы. Получится у нас прям такой какой-то гринписовский домик. Полностью-полностью зеленый. Полностью-полностью с природных этих вот ресурсов. Ребят, представляете, походу не хватит одного или двух блоков листвы. Ну, давайте тогда поставим просто дубовый. Так, отлично. В принципе, козырек у нас получился вот такой вот прикольный зелененький. Давайте тогда заберем, наверное, уже наши стекла и попробуем их повставлять. Так, тут у нас 29 блоков стекла, тут у нас 26 блоков стекла. И у нас тут, по-моему, еще есть где-то парочка стекол. Я их, по-моему, забрал. Где-то они должны быть. Нету. А что, их не забрал, что ли? Ну, ладно. Хорошо, давайте тогда будем вставлять то стекло, которое у нас уже есть. Походу, еще 4 блока стекла у нас находятся там, на нашем скайблоке, где мы с вами и заспавнились. Отлично. Сюда мы тогда с вами добавляем это стекло. Будет у нас такой вот прикольный вид с окна. Тут у нас опять будет еще одно стекло. А с этой стороны у нас, ребятушки, тогда, наверное, все-таки, наверное, все-таки мы с вами чуть-чуточку переделаем этот домик. Давайте мы с вами будем вот такие вот блоки добавлять сюда, чтобы у нас стекла чуть-чуточку по-другому выглядели. О, отлично. О, да-да-да, ребятки, наверное, вот так вот мы с вами и сделаем. Смотрите, где будут у нас большие вот такие вот окна. Наверное, я сейчас просто-напросто еще возьму свой топорик и чуть-чуточку вот этих вот пару блоков досок я соберу. И вместо этих досок я просто-напросто поставлю вот так вот. О, круто. Дубовые вот эти вот блоки. Ну, давайте сейчас еще с этой стороны мы с вами то же самое замутим. И еще мы с вами давайте попробуем так все и доделать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот у нас получается такое вот прикольное окошко. И смотрится, мне кажется, намного-намного эпичнее. Ну, вот сейчас мы с вами тогда выставляем наши последние блоки. И вуаля, домик у нас практически готов. Практически прям с самого нуля. Сегодня мы его с вами и забацали. Конечно, поначалу он должен был быть немножечко не таким. Но пока что есть такой. Мне еще нужно сейчас, ребятки, сделать одни дубовые двери. Дальше мне нужно будет еще, наверное, немножечко листвы, короче, набрать. Ну, давайте пойдем тогда еще немножко листвы нарежем. Нужно будет еще козырек сверху добавить, чтобы он смотрелся немножечко по-другому. Ну, тут нам нужно будет еще, ребятушки, пару блоков все-таки до конца доделать, чтобы у нас дом уже был полностью готов. Но в целом спереди, я думаю, он у нас будет уже довольно-таки неплохо смотреться. Давайте сейчас мы с вами вот эти вот еще блоки забираем. И смотрим, как это все у нас, ребятки, выглядит. О, прикольно, правда же? Получается, что вроде как крыша даже типа как из листвы получилась. И он смотрится очень эпично. Сейчас тогда мы с вами можем еще вставить вот сюда вот дверки. И у нас останется еще доделать. Но это можно уже сделать даже в следующий раз. Нам нужно будет доделать пол. Сюда довставлять еще пару ковриков. И все, ребятки, можно будет сюда уже переезжать. Можно будет тут нам с вами сделать еще что-то наподобие какой-то ловушечки, чтобы никакие мобы тут не спаунились. И можно, ребятушки, уже все наши вещи потихонечку сюда перетаскивать. Ребятки, ну вот получился у меня такой вот довольно-таки прикольный домик, учитывая то, что мы с вами были ограничены в ресурсах. Так как выживаем на скайблоке, я думаю, что получился довольно-таки неплохим. Пожалуйста, зацените этот домик от 1 до 10. Где 10 это самый высокий балл, а 1 это самый низкий балл. Ну что же, ребятки, пока что на этом все. Если понравился данный ролик, обязательно поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Алплей. Всем удачки и всем пока!